так сейчас будем поднимать кузов кузов поднимается в три стороны потому что это же сельхозник но мы только в одну поднимем лень пальцы переставлять так без упора не работает но конструкция простая гидробак там стоит насос а этот цилиндр может толкать соответственно кузов в три стороны за счет своего шарнира посередине и со временем шарнир просто саму платформу выдавливает поэтому сверху если посмотреть она обварена кузов просто гигантский он прямоугольной формы благодаря чему его объем впечатляющий без бортов 7,6 кубометра и с надставными бортами 12,2 а теперь я расскажу про спонсора этого выпуска и расскажу с гордостью так как сам пользуюсь и пользуюсь давно банков много а я один поэтому тинькофф банк партнер этого выпуска выбрал потому что прагматик но судите сами до 5 процентов годовых на счет 1 процент с любых покупок по карте до 15 процентов кэшбэка на выбранные категории трат до 20 при покупке билетов в кино на концерты и театры через приложение тинькофф мало а как вам такое кэшбэк приходит рубля не какими-то там мифическими баллами или фантиками и эти наличные вы можете снять бесплатно в любых банкоматах мира а также бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк опять мало а если так переходите по моей ссылке в описании заказывайте карту и тогда вы будете получать 20 процентов кэшбэка на игры в магазинах steam origin playstation store и так далее 15 на яндекс еду delivery club 10 на appstore google play и другие слушайте таких карт выпущены немного а в таком дизайне очень мало а если ты оформишь карту до 30 июня то у тебя будет бесплатное обслуживание карты навсегда вот такое точно нельзя пропустить грузовик зил у нас ассоциируется со 130 или последующим 43 31 так как были массовыми но есть грузовики про которые мы просто не знали они знали по одной причине машины были очень специфическими и являлись по сути конвульсии умирающего советского гиганта но это совершенно не значит что они были плохими нет они были немного другими знакомьтесь 4516 чистокровный сельхозник в который попытались вложить все самое лучшее даже кабину со спальником зачем-то немного истории передовую разработку которую завод имени лихачева готовил к производству и которая должна была стать прорывом в отечественном автомобиле строения у зила в приказном порядке отняли это я про камаз который по рождению зил вот и пришлось московскому заводу экспериментировать и пытаться создать на базе старого что-то новое узнали основу зил 133 г я первый трехосный зил с дизельным мотором в народе его называли кальмар или крокодил в основе всего лежит рама тут она укорочена если г я был по 9 метров то этот стал на метр с лишним короче вообще база автомобиля шоссе разрабатывалась для самосвала который и выпускался на двух заводах нас же имеет кузов мытищинский меня всегда бесило вот берут зил отвозят шасси на другой завод ставят кузов и машина сразу получается зил ммз 4516 а шоссе носит название зил 133 д 42 а если это самосвал а вы знаете как появилась самосвальное шоссе тут кукух и можно тронуться как все запутано короче в 1993 году на камском автомобильном заводе произошел пожар дальше идите в гугл читайте но чтобы не фазовские кузова для камаза 53 111 куда-то ставите народ не остался без работы на зиле родили это шоссе но вернемся к конструкции грузовика она очень похожа на камазовскую еще раз все наоборот камаз это уворованный зил это камаз похож на зил и это хорошо видно на примере заднего моста задняя рессорно балансирная шестью реактивными тягами сдвоенный мост имеет разные редукторы средний проходного типа и имеет блокировку межосевого дифференциала привод постоянный ведущие мосты одноступенчатый гиппоидный передаточное число составляет 5,29 или 6,33 как повезет случайно или специально у грузовика получилась хорошая развесовка и это увеличило его проходимость тормоза воздушные естественно есть предохранитель от замерзания воздушной системы тормозов спиртовой кабина зил 43 31 интересно что это разработка конца 70-х годов и изначально планировался как дизельный грузовик но на конвейер встал с бензиновым сердцем это я про зил 43 31 кабина интересно мы привыкли к ней она была для своего времени перспективно модной угловатые очертания прямоугольные фары интегрированы в бампер крылья капот и облицовка радиатора совмещены в один большой элемент откидывающийся вперед зил 645 его специально разрабатывали для нового 130 который 43 31 но что-то пошло не так и 31 или 43 пошли в серию как я уже говорил с бензиновыми моторами хотели как лучше а получилось даже хуже чем всегда на разработку этого малоизвестного двигателя ушло 12 лет нет в конечном результате мотор получился неплохой но какой крови про этот движок вообще-то надо отдельно кино снимать но времени нет поэтому в-образная восьмерка рабочим объемом 8740 кубических сантиметров степень сжатия 18 с половиной диаметр цилиндра 110 миллиметров мощность 185 лошадиных сил максимальный крутящий момент 520 ньютон метров при 1400 1600 оборотах в минуту интересно что рабочий процесс смеси образования в 645 проходят по объемно пристеночному типу также было на моторах семейства дойтс fl 413 на грузовиках магирус магирус был хозяином сердец советских конструкторов кабина кстати на эту же тему а еще в теории двигатель в теории много топливный может пить чистый бензин восьмидесятый авиационный керосин или смесь бензина и дистоплива кабина внутри чистый 43 31 просторная светлая приборы хорошо читаем и все отделано мягкими травмобезопасными пластиками кабина от советского магистрального два роскошных трона регулируется подпружиненные в обычной кабине конечно здесь просто лавка а тут еще и полноценный спальник люк лампочки заднее стекло так по приборам сгруппированы низко летят мальчик девочка в гнездо наверное так давление давление в тормозной системе спидометр контрольные лампочки желтая кнопочка тут даже нацарапано блокировка моста 1 с правой стороны освещение подъем кузова в общем все а рулевая колонка регулируя в шаяся когда-то давно ну шикарно запускаемся массу забыл а 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 и а а а а Дизельный ЗИЛ непривычен по звуковому сопровождению Как-то не так ЗИЛ должен утробно голосить А тут ворчит, шумит и пахнет, как уставший КАМАЗ Тронуться пустому можно и со второй, и с третьей Движок очень тяговитый Кстати, здесь КПП девятиступенчатая Оставили и восьми, и пяти Но девять, на мой взгляд, для перевозки груза в самый раз Но скорости короткие, мотор приемистый, дерганный Кстати, сцепление здесь однодисковое Привод механизма включения сцепления гидравлический с пневмогидравлическим усилителем Грузоподъемность по 10 тонн, но можно и больше, если не жалко Полная масса автомобиля переваливает за 18 Неспешная машина Максимальная скорость 85 км в час Ну а кто их достигал? По воспоминаниям водителей, 645-й движок, который, кстати, собирали в Ярцево, очень хороший Он не любит скорость, его тянуть надо Так вот, ЗИЛ с таким двигателем всегда делал КАМАЗ одногодку Особенно в горку Но ухаживать за ним надо было, как за девушкой Каждый год перебирать двигатель И ставить вкладыши номинальные Так как мотор мог пережить только 2 капремонта Расточку Как всегда, идея гуд, а исполнение не гуд ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжелая морда Хорошо двигатель работает Не скачет машина, не козлит Раньше, кстати, на 4331 была проблема с кабинами На кочках кабина начинала раскачиваться И сама газовать Ну, за счет неправильно сделанных, наверное, приводов педалей газа Сейчас это все изменили Вот это мощь Пшикает коробка, но очень короткие скорости Прям аж дерганая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При всей своей массе и длине грузовик достаточно маневренный Московском и Тищенске не боялся зигзагов Спасибо усилителю руля Радиус разворот около 10 метров Тормозной привод Пневматический, разделенный на тормоза переднего моста И на мосты тележки с автоматическим регулятором тормозных сил на мостах тележки Во как Обзорность Вот это лобовое стекло Не покидает ощущение, что я еду на русской печи Дал бы люкер печи Из систем безопасности тут только дырка в стене от ремня безопасности Сельскохозяйственников было выпущено не очень много в масштабах страны Больше самосвалов на той же базе Машины сыскали уважение и славу водителей Главное, новый ЗИЛ был комфортен Зимой тепло Печка шпарила на ура И прогревала металлический домик неплохо Летом спасал большой люк на крыше Встречный ветер остужал всю кубатуру, а не только поясницу водителя По кислым полям не поеду Но могу Все для этого есть Клерец 25 сантиметров Два задних ведущих моста И один с блокировкой, как я говорил Хорошо загруженные задние оси, если с грузом Хороший конь Ругать не могу Пусть диванные шоферы ругают Сегодня ЗИЛа нет Вообще От завода осталась тень В 2014 году петербургская группа ЛСР приобрела за 28 миллиардов рублей Права на застройку северной части завода И снесла практически все Например, музей истории ЗИЛа с кабинетом Лихачева Нет, что-то они оставили Фасады корпусов 20-30-х годов Теперь там что-то не для людей Страна должна знать не только своих героев Но и антигероев Чтобы потом воздать им по заслугам Вы их знаете? Я знаю И продолжаю охоту Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА